Здравствуйте, ребята! Сегодня мы в гостях у Захара и у Яны. Я прошу представить, сегодня мы в питомнике многолетних цветов. Захар, расскажи, пожалуйста, как твое предприятие называется и сколько здесь соток? Питомник называется питомник много лета. Мы производим только многолетние травянистые растения, включая пионы, разные другие культуры. В год от 300 тысяч производим С2С3 плюс где-то тысяч 5 от 25 и выше контейнеров до 60 литров. На данный момент площадь у нас 1 гектар ровно здесь. Также сейчас осваиваем 5 гектар в районе Волоколамской. На днях должны привезти, поставить теплицы и производство свое увеличиваем до миллиона шнур курёшки. То есть план на миллион цветов выйти на данный момент, правильно я понимаю? У нас к следующему году. Захар, скажи, пожалуйста, а с чего вы начинали? То есть вот многие беспокоятся за землю, за всё. С чего начинали и почему вы решили делать питомник? Ну, земля она всегда кормит. Начинали вообще с 10 соток и потом начали расти. Потом 30-50, доросли до гектара. Сейчас 5 гектар уже осваиваем. Так, ну, учился я на агронома и мне нравится работать с цветами. Захар, и даже эти 10 соток, вот насколько я помню, они же были у вас в аренде изначально, правильно же я помню? Вот этот гектар до сих пор он в аренде. Вот, а своя земля вот появилась 2 года назад, и в этом году мы приступили к её освоению. Понятно. Скажи, пожалуйста, что основной продукции среди многолетников, вот, назови, вот, честным образом, топ-5, а в идеале топ-10, если помнишь, людям будет это очень полезно. Либо по сезонам, что является, допустим, мае топовым, в июле, в июне, в июле и осенью. Ну, топ-5, допустим, котовник, шалфей, барвинок, гейхерес в сортах, хосты, остильбы, то это уже 6 получилось. А по сезонам, если брать, допустим, садовый центр, то им нужно всегда, чтобы что-то цвело. То есть, допустим, шалфей там 2-3 раза можно добиться при хороших условиях, чтобы он цвел. То есть, 3 волны продаж именно для садовых центров можно сделать. Остильбы, как ни крути, они идут весь год, но когда стоят на цветении, то их разбирают, как горячие пирожки, те же самые садовый центр. Потому что розница берет, в первую очередь, глазами, то есть, видит, что что-то цветет и забирает. А ландшафтники, это уже под проект. То есть, нет как таковой схемы того, что, допустим, продается хорошо в июне, но продается плохо в июле. Если брать по ландшафтникам. Но они, потому что по спискам у тебя работают. Да, потому что они по спискам, по своим проектам, да. А скажи, пожалуйста, если не секрет, какая структура у тебя продажи? Сколько розницы, сколько садовые центры приблизительно? Сколько строительные, может быть, компании, ну и ИЛД? Розница ноль. То есть, вы в розницу вообще не работаете? Вот. Ландшафтники, наверное, процентов 50 и садовый центр 50. Ну, ландшафтники, там же и строительные компании, потому что как таковые строительные компании... Разделяете? В основном, через ландшафтников ко мне обращаются. А, угу, угу. Хорошо, скажи, пожалуйста, а какой процент у тебя производства, вот я смотрю, в большей части C23, а крупномеры, вот, допустим, я смотрю на этот Хосту замечательную, вот, здесь, не знаю, там, ну, 35-ка точно, мне кажется, больше даже. 35-ка есть. 35-ка, это 25-ка, извините. А, даже 25, да? Вот. Я видел, там еще пионы, крупномеры. Какой объем именно, этот, C23 основной продукции и крупномеров? В основном, процентов, наверное, 90-95, это C23. А вот на 10% приходится от C10 и выше. C10 и выше, я так понимаю, в основном для ландшафта специально. Ландшафт, да. А какие вот культуры по, вот, крупномерам многолетники, какие культуры выводят? Ну, вот, эти же Хосты, вот они, пионы со стильбами стоят. Пионы? Хосты, вилейники, бузульники там стоят. То есть, ну, со стильбами, в принципе, тот же самый, просто не в таких больших объемах. Ну, и определенной культуре нет смысла, наверное, это. Ну, барвинок, допустим, с Вальштейни, там, 25-ку сажать смысла нет. Вот, кстати, один из таких классических сезонных товаров, которые, этот, надо иметь, это седум видный. Вот, у него еще много сортов, он, я вижу, розовеньким, он цветет салатовый сам по себе. И, конечно, невероятно красиво. Еще хотел вам, друзья, показать, я вас от Захара чуть-чуть оторву. Уже больно мышанка на фоне гейхеры. Вот, феноменально красиво. Темно-зеленый цвет с фоном как красным. Вот так это все разрастается. Ну, что я вам хочу сказать, коллеги. Если хочется питомник сделать и есть желание, то люди с 10 арендных соток и все прекрасно получается. Я Захару, Захар, покажись нам в кадре обратно. Я Захару и Яне Сергеевне, она у нас лектором была. Желаю искреннего развития бурного. Вот, много денег, хороших клиентов. Захар, скажи, пожалуйста, ты на конгресс по турнику в Сочи собираешься? Да, конечно. Приглашай всех, как вы тут тоже. Приезжайте в Сочи. Спасибо большое. Пока. Всего доброго.